Факты о Луне, о которых мало кто знает Тёмная сторона Луны – это просто популярное выражение, которое имеет отношение к самым разным вещам. Дело в том, что мы всё время видим лишь одну сторону спутника. Вторая скрыта от нас из-за приливов. Вторая сторона совсем не тёмная, и у нас даже есть её снимки. Но мы всё же видим некоторую часть второй половины. Двигаясь по орбите, Луна удаляется от Земли со скоростью около 1 дюйма в год, сопровождая нашу планету в движении вокруг Солнца. При этом она чуть заметно покачивается с севера на юг, из запада на восток. Этот процесс известен как Либрация. В ходе Либрации можно увидеть примерно 9% от тёмной стороны. А вот остальной 41% нам никогда не рассмотреть собственными глазами. Лунный гелий-3 мог бы стать универсальным источником энергии для Земли. Электрически заряженный солнечный ветер при столкновениях с лунной поверхностью поглощается её породами. В составе этого ветра газ гелий-3, являющийся редким изотопом гелия-4, того самого, которым обычно надувают воздушные шарики. Он остаётся в лунных породах. Между прочим, поверхность Луны содержит около 5 миллионов тонн этого вещества, тогда как на Земле всего 15 тонн гелия-3. Если бы 100 тонн гелия-3 попали на Землю, они могли бы удовлетворить годовую потребность планеты в энергии. На этом газе могли бы работать в частности реакторы термоядерного синтеза. Но понятно, что для этого нужно сначала организовать периодические экспедиции на Луну. Полнолуние не влияет на психику людей. Во всяком случае, нет никакой статистики, указывающей на то, что в дни полной Луны люди ведут себя неадекватно. Этот миф водник во времена Аристотеля и римского учёного Плиния-Старшего, которые полагали, что поскольку организм человека на 60% состоит из воды, а в нашем мозгу её целых 73%, то лунная гравитация, безусловно, должна влиять на нашу мозговую деятельность, вызывая, например, припадки безумия. Американские психологи Джон Роттон и Айвен Келли попытались исследовать эту связь, но не обнаружили никаких подтверждений лунного безумия. Единственный вывод, к которому они пришли, это то, что в лунной ночи совершается больше преступлений, видимо, благодаря тому, что на улице светлее. Лунные камни пропали без вести. Камни, доставленные с Луны Аполлоном-11 и Аполлоном-17, в 70-е годы были розданы сотрудниками администрации Ричарда Никсона, правительством 270 стран. Но, увы, более сотни осколков лунной породы бесследно исчезли. Вероятно, они попали на чёрный рынок. Там камешек размером с горошину оценивался аж в 5 миллионов долларов. НАСА даже было вынуждено провести спецоперацию «Лунное затмение», стремясь положить конец незаконной перепродажи привезённых с Луны камней. На Земле растут лунные деревья. Правда, они родились не на Луне. Их семена были привезены на Луну во время миссии Аполлона-14 в 1971 году бывшим сотрудником американского лесничества USFS Стюартом Руза в рамках проекта NASA USFS. По возвращению на Землю из семян вырастили саженцы, которые затем высадили по всей территории США, в честь двухсотлетия страны в 1977 году. Владельцем Луны является Денис Хоуп из Невады. Поскольку, согласно договору ООН 1967 года о космической собственности, ни одна страна не может претендовать на объекты Солнечной системы, которые находятся за пределами экономической зоны и принадлежат каждому жителю Земли. В 1980 году Денис Хоуп объявил о своём праве на частную собственность на Луне. Он даже открыл лунное посольство и принялся продавать одноакровые участки на спутнике Земли по цене $19.99 каждый. По словам Дениса Хоупа, среди его покупателей были знаменитости и даже три экс-президента США. Однако, по мнению большинства экспертов, хозяин Луны просто неверно понял формулировку договора. Так что земной спутник по-прежнему ничей. Спасибо за внимание и за то, что смотрите ролики на моём канале ЛТДенис Фактс. Понравилось? Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и делитесь с друзьями. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова